Продолжение следует... Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Дрезина, что у вас впереди? Прием! Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием! Добро! Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием! Есть! До сих пор не верится. Мы ведь добрались! Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, двадцать лет ш... Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, за Димитом заскаливай. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем над резиной. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. А как правительство докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю пляшу проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп, машина! АВРОРУ отогнать в безопасную зону и всем под броню! И как делаем? Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник? Отлично. Поехали. Не себе чего другом били. Не хуже, чем Москву. Это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько кератор? Да, и так. В общем, неплохо получилось. Поехали. Германс на проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Я в вашем возрастении. Прием. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. О, это дрянское место. Честно, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой велкам коммити и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Надавитесь. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Ох, войнушки. Никогда подземелья не любил. Но тот-то совсем с души воротит. Отчего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни поджурей. Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Да. Вот тут чистые маски, подпись. Снимаем. Непонятно. Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Есть, сэм. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя, это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? А-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Круты, дети! Мясо! Мясо, молодцы! Мясо, молодцы! Артём, пожалуйста! Мясо, молодец! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кашель мне ее не нравится... Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу! Плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Эх ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрачи! Не уйдем! Не уйдем! Не уйдем! Не уйдем! Ну вот, а я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком! Увы! Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень до войны еще надо было! Но я сейчас вас рву! Выжечь мразь эту! Приходили! А теперь покушаем! Артем! Параган! Держи! Полковник. Мне кажется, хватит. Все, их, всех кнопки! Но сначала найти алю... Простите. Если там я немного покорочусь... Идем! Запустить плавный рифт! Готово! Лиф пошел! Будем через минуту! Нас оборона! Молодцы! Минуту продержимся! Идем! Идем! Минуту продержимся! Идем! Минуту продержимся! Мы ждем! Убейте твари! Убейте твари! Убейте твари! Убейте твари! Ну точно как наш Д6! Или такой, экзакли? Да! И это очень кстати! Так мы Аню точно найдем! Но комплекс большой! А времени у нас, думаю, не больше 10 минут! Так что придется разделиться! Сэм, бери фильтровентиляционную! Генераторный зал из склада! Идиот! Со мной в командный центр! Артём, на тебя казармы и медблок! Я вам покажу! Урааааааааа... Ураааа! Ураа! Ага! МЫЫ БАЛИЕЕСІОНИТ РУЙТАС! СААААААААААААААААААААААААААААААААА! НИГБАЛИЕСІОНИЯ! Война! Война! Кров! Порву! Пиво! Нетуся! 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 Мясо! Мясо! Много мяса! Мясо! Да и зачем туда стрелял, а? Нахрена? Сюда! Внизу! Внимание всем! Командный центр нас! Ты потеряешь гадость! Ниже! Вперед! Разбей с управлением для милиции! Абонирайте все прогоны! Пусть эти твари побежат! Есть! Без тебя! Без тебя! Внутр по ALCE! Абонирайте все! Ад, что вкусняшки? Воскутки! Крау! ВОСТОРЖЕННЫЕ АНГОРА ВОСТОРЖЕННЫЕ АНГОРА БОРЯЖЕННЫЕ АНГОРА Артём, я знала! Сзади! Вечно, вечно найдётся такой герой! Никого ты не спасёшь, как и остальные! А ну, не тёргайся и не убивайся! Помните, я говорил, был такой экспериментар... Заткнись! Артём, ты цел? Слава Богу. Идём, доложим полковнику. Папа, это я. Артём, ты с вас? Где ты? Нет, Бог, но всё в меня нашёл. Слава Богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз ты, прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идём. Только не спеши. Мне надо... Вот это мы даем. Я уже думаю, мы вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мать какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Но ничего. Посмотрим еще. И вот, и мы точно пережили. Так что... Но запасов ведь сразу не было! Понимаете? Не растет же ничего, и радиация кругом! Что делать? Умирение! Умирение! Что, блядь! Аня, ну, по-моему, я бы себе не просил. Умирение! 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 Как? Умирение! Умирение! Тут всё время, что у меня осталось, что у нас было. У вас с ним было. Понятно? Уж больно я к нему привязалась. Ну, это понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я, кретин, поверил этим сганзы, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы... Как салага поверил! Сука! Сука! Продолжение следует... Да и кто нам поверит, доказать-то нечем! А может, вернёмся на Волгу? Там вроде жить можно... А с местными что делать? Они нам, если помнить, и не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём ещё в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну, так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придётся. Данные радиационной разметки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А, во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твоё идеальное место. Трубе отъезд! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!